Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Булсыновский. Сегодня мы поговорим о том, почему люди начинают программировать и почему у них это получается. Хотя я этот вопрос часто поднимаю. Я просто не удалял последнюю переписку, просто расскажу о некоторых ребятах, у которых был, допустим, полный завал. Первую ссылку, которую я вас прошу прочитать, это совершенно реальные люди, которые уже, допустим, мы сейчас посмотрим сначала Михаила Беляковского, он уже и работает программистом, хотя с нуля. Вот эта ссылка будет. Вы сами прочитайте историю, вы знаете, меня она тоже зацепила. То есть, просто Михаил написал, вот я на данный момент примерно три месяца. Пишет он довольно-таки уже через три месяца сложный код, то есть он свободно владеет классами, допустим, великолепно уже довольно глубоко разбираясь в Джанго, потому что, когда я увидел, как он описал «Money to money», и он рассказал вот о себе, о себе. И вот, когда вы прочитаете это письмо, я хочу, чтобы вы поняли мою цель. Наконец-то, вот в таких вот письмах я начал видеть, что я добиваюсь своей цели, но это было не сразу. Вот это я хочу рассказать вам, ребята. Значит, я коротко. Сначала человек в Минске затратил около 500 долларов на курсы. На курсы, да. Я, в принципе, после них ничего не понял. Не надо ругать курсы, вы должны понимать одну вещь. То есть, любые курсы, они просто зарабатывают деньги. Вот есть период. Раз в месяц, два в месяц, три в месяц. Дальше курсы два раза в неделю. Ну, вот как в данном случае мы берем Михаила, да. По сути дела, ну подумайте, организатор курсов, да. Ему надо заработать, они зарабатывают деньги. Надо платить преподавателям. При этом, что плохого? Хотя преподаватели, я уверен, там очень высокого класса. Но, как правило, такие преподаватели, они забывают, что перед ними новички. И начинают рассказывать на чисто техническом языке. Сидит новичок. И, в принципе, скорее всего, пока вроде рассказывает, понимает. Но, как правило, писать он ничего не может. Ну, подтвердит это рассказ, да. Через 90 дней, там три месяца, два раза в неделю. Ну, по сути дела, вот у меня на портале там уже, наверное, более 15 или более 17, я не считаю суток видео, да. И человек предоставлен сам себе. Он не может ни у кого спросить, по сути дела, чем вот это плохо. Если человеку позволяют деньги пройти курсы, это неплохо. Это я согласен. Но вопрос в том, что курсы не ставят важную цель, понимаете, которую ставлю я. Сейчас вы меня услышите. Курсы ставят цель просто рассказать. Рассказать определенную тему. Ну, вот, отчитали там начало Python, то, все, и, по сути дела, не рассказали ничего. У курсов не стоит задача, не стоит задача вывести человека на уровень, когда он будет плыть самостоятельно. Еще раз прошу, прошу, значит, следующее. Кто считает, что это чисто реклама, выключите. Я просто вам рассказываю, почему ребята в школе начинают программировать. Итак, у курсов нет цели вывести на самостоятельный уровень. Я, эта цель для меня основная. То есть, давайте я, наверное, сначала напишу, а потом проговорю. Итак, сначала я расскажу. Итак, первая, вообще, цель школы, она остается неизменной. Цель школы – программирование для непрограммистов. Давайте сразу, чтобы не быть голословными, я приведу интересный пример, да. То есть, ну, давайте вот начнем вот с этого примера. Это Александр Проценко. Он, кстати, сразу же, когда изучал Django, он сразу писал вот реальный сайт, да. То есть, сразу, вот с нуля, но он, правда, ПХП уже знал до этого. То есть, он сразу делал сайт для медкомиссии. Сразу, грубо говоря, для заработка. Но есть такие смелые люди, конечно, надо отдать дань, да. Вот здесь, вверху сайта есть. Хотите стать программистом – читайте. Или вот пример, пример Александр Гланин, да, вот написал, я помню Александра, с Москвы парень. И он написал, ведь какие-то два года назад я носил, ходил в фирменной футболочке, в розничных магазинах, продавал телефоны. На себе убедился, что при большом желании можно все, что угодно, и нет невозможного. Дальше он написал, что был в школе, потом разобрался сам. В общем, хотел вам сказать спасибо за вашу работу, да. Михаил Беликовский, она другая история. Но примерно та же. Человек начал с нуля, прошел курсы. Вы знаете, грубо говоря, скорее всего, на тот момент он не был готов к тому потоку профессиональной информации, которую дали на курсах. И, конечно же, 500 долларов – это дорого. Я согласен. Ну, я говорю, что они же деньги на рекламу тратят, классы снимают. Ну, по сути дела, да, круто. Но три месяца прошло – свободен. Если человек не ухватил что-то, то, в принципе, он не понимает важных вещей. Первая вещь. А он начал писать. В случае Александра, то есть Михаила, он не начал писать. Потому что к этому надо привести. В школе он начал быстро писать. Я говорю, начал писать довольно профессиональный код. Так вот. Для меня основа всегда, сразу в школу я ставил задачу, чтобы человек начал писать. То есть, вот как с Александром Голанином, как с Михаилом, как с Сергеем Осачем, о котором я расскажу, который в течение полгода начал писать на двух языках. Кстати, я редко упоминаю своих видео. Но на самом деле, хотелось бы упомянуть такого человека Сергея Питерских. Он как-то, он много делает, да, но более такой скромный, но помогает капитально. То есть, вот ему в группа, вот если взять в школу группа, да, то, в принципе, ребята хорошо друг другу помогают. Сергей там копался с кодом, как он пишет. Но, по сути дела, по сути дела, человек, и я вот вижу, когда человек начинает писать. Но, если вы думаете, что вот, ах, вот случайно. Нет, ребята, школу занимаюсь программированием я с 2009 года, школу веду с 2013 года. В принципе, очень многое изменилось вот с этого сайта школы, да, когда вот это начало методика применяться. Это было на сайте Kotlin. Хотя, вроде мы говорим о Пайтоне, когда, в принципе, начали применять методику. Здесь интересная такая вещь, что мы отталкиваемся от функции. Принцип такой, что все рассматривается в пределах функции, да. И домашние задания, как правило, в школе, если на первом этапе я просто дублировал, то теперь все домашние задания дополняют знания. И такая вот интересная вещь, я когда увидел, когда появились люди вот такие, как Михаил Беляковский, Сергей Питерский, Сергей Асачий и другие ребята, которые немножко реже, да, в менее таком, в более спокойном темпе, но это их же дело выбирать темп. И я увидел тех, кто выполняет домашние задания, и до меня начало доходить, что самое важное, в принципе, собрать практику. И тогда я по практике прогнал именно по вопросам, ну, было великолепное желание Сергея Асачева делать, и я ему давал задания важнейшие, да. Кроме того, что человек приходит в школе, понятно, что он получает для новичков, чтобы они не пугались, доступ от этого сайта, где, в принципе, понимают дети 6 лет, про365.net, и там они смотрят полный курс, да, грубо говоря, на пальцах, что я говорю, что дети 6 лет понимают. Но потом я понял, что важна очень практика. И практика не просто практика, потому что сами примеры там, это все пустое. На самом деле, я начал заострять внимание, так как я уже понимал структуру языка, понимаю хорошо, на важных вещах, на тех же функциях, на то, что в скобках функциях, то есть на аргументах, на важных вещах, да, на основных методах в том же ООП, методы Супер и так далее, и так далее, и так далее. То есть я увидел, что в данном случае люди очень легко переходят в джанго и начинают писать код, то есть начинают понимать. И уже даже в этом курсе они начинают проделать. Это курс, кроме видеоуроков, по самостоятельной работе. То есть человек, так начну сначала, человек учится вообще в школе по видеоурокам, но этого мало, ребят. Я рекомендую, вот как только дошли до функций, начать еще самостоятельное занятие. В принципе, здесь больше посвящено Python Open, но на самом деле, вначале мы делаем подготовку, и там, по-моему, уже аж 9 страниц. И здесь вот вы просто берете и решаете все эти вопросы. Там внизу аж 9 страниц. Старайтесь не подглядывать. Вам тут и программа будет писать, и на что обращать внимание. По сути дела, вы подтянете практику и уже начнете писать, да, и вам легко будет перейти абсолютно к любой вещи. Ну да ладно, давайте рассмотрим то, что я хотел. Очень важный аспект, понимаете, когда занятия по расписанию, у человека могут быть дела. Человек по-разному себя чувствует. И поэтому человеку надо настроиться, да, и время понимания у каждого разного. Одному надо неделю посидеть на какую-то вещь, а другой за час хватит. И поэтому, в принципе, занятия по расписанию они сами по себе, ну, другого не придумали, да, потому что это невыгодно. На самом деле, я же не миллионер, ребята. Это уж потому что я копаюсь с людьми, да, то есть, если брать, допустим, курсы, они набрали, под жопу набрали, под жопу набрали. Ну, может, грубо сказал, ну, другие пришли, третьи, и, в принципе, им без разницы. У них есть работа у преподавателя, они рады. Ну, в отличие от этого, я стараюсь просто, мне нравится писать уроки, я люблю рассказывать. Мне нравится, когда люди начинают программировать, когда они меняют работу, а уже это не первый случай. То есть, все больше и больше случаев становится, когда люди начинают, ну, просто менять профессию, да. И поэтому время важно. Кому-то, я всегда говорю, делайте столько, сколько нужно. Потому что я как-то на примере именно Сергея Питерского недавно писал видео. Возможно, я его даже забуду, пока буду писать эти уроки. Ну, постараюсь сейчас, все-таки, взять ссылку, чтобы не забыть, хоть потрачу ваше время. Ребят, ну, не думайте, что это правильно. Вот я рассказал, во-первых, я вам дам ссылку, сейчас я скажу. А. Сейчас я посмотрю. Два больших пакета. Да, это видео как раз на примере Михаила Беликовского, чье письмо мы рассматривали. Вот его код под Жанго, да. За три месяца, судя по тому, вот как я знаю Жанго, да, и рассмотреть так, money to money, это, вы знаете, высший пилотаж. Вот когда я учился и был три месяца, я такого не мог делать, понимаете. Молодцы, молодец. И я здесь указал, вот почему человек программирует. Я-то это вижу. То есть я рассказал, как он комментирует, как он добавляет новые элементы. Обязательно это посмотрите. И сразу, если мы уж на ютюбе, кроме кучи ссылок, которые я вам дам еще посмотреть, я их уже подготовил. Сейчас я себе сразу же это помечу. Я вам дам еще, так как сейчас, то не будет в основном времени. Так вот, вот это видео обязательно. Ваш план и ответ на вопрос, а как, собственно, изучать язык программирования, тоже посмотрите видео. То есть на самом деле в изучении языка программирования есть четыре этапа. Я здесь рассказал. У нас есть парень, вот я сейчас про него тоже расскажу, Сергей Осадчик, который сейчас уже немножко больше, да, месяцев. Но когда было полгода, когда было полгода, Сергей уже писал на двух языках. Сегодня, я вот знаю, Сергей пишет на Python, пишет на Kotlin, потихонечку проникая в Java. Изучил джанго уже неплохо, там копался, ковырялся, плевался, но пошло, да. И теперь взялся за блокчейн. Сейчас смотрю, и Киви не оставляет, то есть, ну, многие интересы. То есть человек разевается, при этом человек пишет сам код, да. Благодаря своему трудолюбию я очень много понял, вот как вот эти подходы в голове выстроились, да, как легко. И потом подтвердил это Михаил, когда он мне написал письмо, еще до этого письма, которое вы будете читать, что, Валерий, вот по вашей системе я действительно начал писать. Да, это правда. Так вот, вот эти два видео, вот это тоже второе, здесь я рассказал о четырех этапах. При этом я очень четко рассказал, почему надо изучать два языка. Ребят, не буду сейчас, время ваше, но скажу вот это главное. Вот главное, да, то есть, ребят, вслушались. А если у вас в голове нет понимания, а как вы выучите язык, да, то есть, вы его будете, вы будете тыкаться, вы не сможете поставить цели. Вот это перед началом изучения языка у вас уже должен в голове быть план, как вы выучите, а как вы будете понимать, что вы продвигаетесь, а куда вам надо двигаться, а как, а как, а как. Так, на самом деле мы здесь включаем просто обычные сравнения, поэтому посмотрите, и у вас должно быть четкое понимание, как вы будете учить язык. Вот эти два видео, в принципе, они очень много в голове ставят. И второе видео, которое я вам дам, то есть, то, что я говорил про Михаила Беляковского, я сейчас его немножко по-другому назвал, там оно, какого стиля придерживаться. Ну и на канале подпишитесь, там много видео я рассказываю. Я очень часто поднимаю вопрос, потому что для меня очень важен вопрос, как это сделать быстрее, да. Если первые годы я думал, как вообще человека научить программировать, потом я начал ставить задачи, как сделать это быстрее, чтобы это было качественно, ну, на сегодняшний день многие люди начинают работать. Дальше, сосредотачиваю на главном, то есть, в курсах нет никакой концентрации, там приходят преподаватели, ну, как вспомните, в средней школе, да, у них просто есть программа, и в средней школе, вот если сейчас надо там таблицу умножения, преподаватель вам не будет рассказывать сверх того, потому что есть время, все. Здесь, так как в любое удобное время, я постоянно совершенствую, и вот то, что я вам показывал и говорил, что, ребят, надо самостоятельная работа, да, то есть, мы постоянно пополняем раздел, практика Python ООП, где вы должны, не должны, а рекомендую вам, вы ничего не должны, рекомендую заниматься, кроме видеоуроков, самостоятельно, потому что когда-то Сергей Асачи написал, я, говорит, не понял, ну, пришел, смотрю уроки, да, пришел, смотрю уроки, а Бовсуновский говорит, ставит вопросы, то есть, по сути дела, в чем здесь смысл моей методики, я очень четко формулирую вопрос, что, по сути дела, его набрал и ответил, да, но вопрос в том, и Сергей спрашивал, думал, зачем я должен нечто искать, и потом, через время, он понял, а я понял, что он понял, потому что он начал писать реально на нескольких языках, и когда ему надо новая библиотека, он раз, быстро все выяснил, а у новичка это проблема, так вот эти вещи, они основные, потому что я не зря, когда обратил внимание вот на эту искреннюю статью, на искреннюю статью, которая у вас обязательно тоже будет, да, сейчас я ее помечу, вот, пометил, на эту искреннюю статью, да, что, вылетело из головы, пока помечал, сейчас секунду сосредоточусь, выключу, все, только выключил, сразу вспомнил, что хотел сказать, так вот, смотрите, вот я написал главные слова, почему, вот, я сначала не мог понять, человек пришел с нуля, бас, смотрю, такой кот на Джанго, вот какую мысль он понял, после того, как я увидел ресурс Валерия, его подачу информации, разъяснение, как для ребенка, понял, вот оно, потому что это важно у программирования, нет мелочей, надо знать или знать, где найти, ребят, вот это я и понял в 2013 году, смотрите, до 2009 года, с 2008, я полтора года не мог вообще войти в языки, но я не понимал, а что там изучать, а как начать писать, а при чем есть эти типы данных, куда их применять, а где это приобрести мышление программиста, на самом деле, вы все это умеете, ребят, все это умеете, потому что вы делали кучу дел, у вас есть какое-то хобби, в котором вы хорошо разбираетесь, везде алгоритмы одинаковые, просто-напросто, я когда понял, что надо готовить человека к тому, чтобы он не учил язык, просто зубрил, да, как это делают там на многих курсах, что вот выучили, и вот делайте эти примеры, это все, ребята, херотень, обычная херотень, грубо говоря, надо что-то дать, ну да, надо дать типы данных, вопрос, я учу все это дело применять, и когда человек посмотрел видеоурок, но потом, во-первых, школа построена так, что везде здесь мы пишем приложение, второе, плюс самостоятельная работа, которую вот я говорил, да, где я формулирую, ну давайте возьмем пример, я пишу, теперь попробуйте расширить функции, возьмите строки, они очень часто используются, во-первых, попытайтесь объяснить, и так далее, то есть везде я направляю, человеку приходится поискать, подумать, но, смотрите, вот, сейчас расскажу, в чем эта фишка моя, здесь мне таить нечего, есть понятие опыта, пока человек смотрит мой видеоурок, это мой опыт, как пример, но когда я направляю на таких вещах, и он, или человек делает уже по видеоурокам, либо домашние с дами, либо по видеоурокам пишет приложение, этот опыт начинает становиться его личный, но когда он к видеоурокам добавляет еще практические советы, это уже чисто его опыт, почему, потому что в данный момент в его сознании или в голове присутствует, что он ищет, и так он начинает в себе, это важная мысль, ребят, формировать понимание, а что искать, для чего искать, как задать вопрос, так вот это и есть главное, потому что взять человеку дать просто типы там объектов Python или там другого языка, это все, вы знаете, не приведет к программированию, приведет к программированию, направить человека, чтобы он мог найти любую информацию, понимать, что он ищет, сформировать это, вот поэтому я вам сказал, посмотрите видео изучения языков, почему, потому что, вот ответ на вопрос, почему Асачи начал писать на двух языках, да, потом раз, когда было домашнее задание, потом уже Джейс, он быстро разобрался, по одной простой причине, ребята, это я рассказываю, вот видео, которое вы будете смотреть, про план, что все абсолютно языки, они похожи, да, они имеют там разные типы объектов, ну, Python имеет там строки, да, Java имеет строки, просто они по-разному записываются, но когда человек знает структуру языка, в принципе, то он может начать писать на любом языке, это вторая цель школы, чтобы человек начал писать на двух, на любом, не на двух, а на любом, но для этого надо брать два языка, один динамический, один со статический, дальше человек на автомате во всем разбирается, сходу, вот вы видели часто в Википедии, обзоры языка, да, и там буквально в страницу весь язык, вот мне этого достаточно, чтобы начать, допустим, использовать, пусть там, ну, я понимаю любой язык, не сразу, но начать использовать, потому что я уже читаю, думаю, ага, в Python так, это там так, ага, вот тут понятно, как здесь записывается, и так далее, и так далее, то есть, поняли, да, у меня в привычках уже последние, наверное, года полтора, я постоянно подсказываю, то есть, ну, подсказываю тем людям, которые делают домашнее здание, потому что я их вижу, я постараюсь, постоянно стараюсь направить, как расширить, да, второй момент, в школе нет, что один и тот же материал, ну, у меня тоже интересы, я сам постоянно расту, то есть, материал просто постоянно, добавляется, новый, новый, я сейчас сказать, ну, не думал, а еще в 17-м году я задумал блокчейн, и вот сегодня, вот, допустим, мы работаем в школе блокчейн, с Python, то есть, что дает ребятам более глубоко узнать Python, сейчас, секундочку, но мы планируем и солидность, и смарт-контракты, и при этом это не мешает людям, допустим, изучать Django, нет, это просто углубляет, я говорю, ребят, мы в современном мире, просто вы обязаны уметь встроить технологию блокчейн в мобильное приложение или в веб, вот и все, а это просто, так как там много чистого Python, вы просто будете лучше знать Python, потихонечку, занимаемся спокойно, вы можете сказать, вы можете сказать, что вот Буфсиновский, но хотя вы согласитесь, что я прав, да, курсы и так, на самом деле, ребят, ну, это сейчас я могу сказать, что вот так, потому что за последние годы, вот так вот скорректировалось, когда я начинал, конечно, там, в 2013 году, я не понимал, у меня была только большая цель, как вообще человека научить программировать, поэтому и появился вот этот первый курс тогда, как на Pro365.net, ну, для, который понимает дети 6 лет, да, и пока Python 3 есть, вот и будет этот курс актуален, я не знаю сколько, много лет, вот, есть понятие группы, вот Михаил очень правильно написал, что группа многое дает, и вот, опять же, во-первых, в школе все домашние задания привязаны к группу, то есть вам не надо, по сути, к группе ковыряться, а смысл такой, что есть курс, да, ну, давайте там, есть курс, да, вот, на данный момент мы начали, но я рекомендую с первого шага заниматься, а не потом, да, потому что все это, ну, вот, допустим, мы переходим в курсу, то есть человек смотрит курс, да, посмотрел видеокурс, дальше есть основная информация, да, и дальше идет к группе, то есть конкретной группе привязано, и вот я говорю про Сачо, вот, почему он пишет, он делает все домашние задания, он везде приносит, привносит свое, хотя, вот сейчас расскажу еще, и вот поехали, смотрите, конечно, он будет знать, все, бац, бац, на все отвечено, да, вот, классно, да, круто, вот его кредо, он просто, ну, работяга, и, понимаете, вот самое интересное, когда я посмотрел домашние задания Михаила Беляковского, то есть, можно было не делать, прочитать о Сачо, черта с два, ребята, Михаил делает домашние задания, но вносит свое, понимаете, и, ну, давайте вот рассмотрим пример, просто я вам покажу, почему у человека тоже получается, ну, давайте вот здесь вот посмотрим, да, может мелко, но вы поймете, то есть, да, Асачий там разобрал поиних, кстати, Беляковский Михаил и пишет, что там Асачий разобрал, все круто, и Миша, да, мог бы просто, Михаил, да, может Миша ему не понравится, Михаил мог бы просто прочитать достаточно, а вот он поступает правильно, почему я говорю, он пишет сложный код, сегодня, через три месяца, он по-новому, но по-своему расписывает, а что такое метод супер, о котором он не знал, я вам скажу больше, да, вы разберете, в школе, что такое супер, на самом деле, допустим, все оконные приложения, они все используют метод супер, да, но на самом деле, вот Миша пишет на курс, я даже не знал, но ведь это важно, а вы знаете, что ситуация еще хуже в интернете, что вот, в принципе, как вот Сашка Читушкин у нас есть писал, что я, говорит, писал оконные приложения, но я так и не понимал, как он работает, и так большинство, да, потом уже разобрались, я вижу, Сашка разобрался, все, это мой товарищ, мы с 2000-х годов знакомы, так вот, и он расписывает для себя, что такое метод супер, когда возникает в нем необходимость, как работает, то есть, он ставит свои вопросы, правильный подход, очень точно ответить, показать на примеры с козом, привести примеры, поехали, и вот, питом, как обычно, применяют к объектам, и рассказывает все, приводит примеры, то есть, я четко понимаю, что человек понимает, о чем пишет, и то, что, так как этот метод, метод применяется очень часто и везде, теперь я спокоен, он будет это делать профессионально, поняли суть, как начать писать, занимайся и делай так, как делают эти ребята, и делай так, дальше, теперь давайте, то, что я хотел сказать, я здесь сказал, а вот интересные моменты, да, и это не первый человек, вот я недавно увидел Денис Латыпов, я удалил, к сожалению, сообщение, Денис написал, я в школе пожизненный доступ, то есть, года полтора назад забросил, пишет, ну, пришел, учил тогда, ничего толком не понял, в общем, ушел, но в принципе, отношение положительное, но не созрел тогда Денис, и вот он пишет, дайте мне доступ в группу, еще раз, ну, то есть, удалил тогда, я решил по-новому подойти, и я смотрю, человек начал бомбить уже, жадно, да, я смотрю, что он свой способ решения функции, часть 2, вот он, опять правильный подход, да, урок есть, но что он делает, Денис делает правильно, он начинает писать свой подход, это его опыт, конечно, будет писать, на эту драку, понятно, и, вот то, что я говорил, посмотрите видео Михаила, который, ну, будет все вот это в описании, да, что я обращал внимание на комментирование для себя, и вижу, этот парень, Денис, тоже начинает правильно делать, он описывает, то есть, я понимаю, и он понимает, что он понимает, что происходит, и я понимаю, что он понимает, что происходит, и я ему тогда, помните, я говорил, я даю задание, он написал, костный код, то есть, здесь в аргументах, написал чисто аргумент, я говорю, Денис, я, то есть, я ему ничего не говорю, а я понимаю, что такой код, да, для обучения он пойдет, но для профессионального способа нет, Я ему написал, Денис, а пожалуйста, попробуйте все это сделать, но с ARX. Ну, во-первых, человек должен был разобраться, что такое ARX, и вижу, переписал. Это уже более профессиональный подход, да, и разобрался. То есть, я то для себя знаю, что люди Python не оставляют. И недавно я забыл имя один человек, и пошел, смотрю, пошел. И вот мысль, которую выразил Михаил, хотелось перескочить быстро. Есть большая проблема для нас, для всех, я не говорю для вас, ребята, да, хочется быстрее. Вот я это не раз проговаривал, когда в 2009 году я изучал, только половина Python прошел, а хочется пойти на Django, ну, дернулся я, и так у меня ничего не запустилось. Думаю, нет, я должен дойти до какого-то уровня. Я там, по крайней мере, думаю, классы, надо хоть до классов дойти. И я себя сдерживал. И вот Михаил пошел правильным путем, он пошел по порядку. И я видео в том объяснял, что на самом деле, когда вы прыгаете, вам кажется, быстрее, а вы приходите через год, я не говорю финишу. Я говорю всегда, ребята, и рисую один и тот же график. Вот есть год времени, да, я говорю, допустим, когда вы только начинаете прыгать, год этот проходит, но вы приходите с кучей дыр в голове. То есть, знаете, этот подход. Ай, ну это потом, это потом. И, по сути дела, ситуация к концу года этого же, а, этого же, да, вы приходите с результатом каким. То есть, пока смотрю на код, понимаю, закрываю, писать ничего не могу. Причина. Причина была только в одном. Вы прыгали, вы считали, что надо быстрее, и поэтому, слушаем, поэтому думали, а что домашнее задание на него время тратить? Вот вам живой пример, научитесь, ну полтора года назад Денису то же самое делал. Сейчас почему-то идет другим путем. Вот он начинает писать. Вот он сейчас начинает писать. Ребята, ну неужели, ну каким мне языком еще это доносить до вас? Так вот, есть другой подход, который пошел Сергей Осадчик, где я показывал домашнее задание. Через шесть месяцев два языка пишет. Михаил Беляковский прошел курс и ничего не помнит. Через три месяца сложный код на Джанго уже изучает классы. В чем быстрота? В последовательности. Не прыгая. И я постоянно говорю, ребята, там Михаил еще указал важную вещь, я перепрыгнул, извините, но насчет документации. Ведь я постоянно учу, как правильно работать с документацией. И многие пролетают. Многие пролетают. А я учу, ребята, увидели в коде, нашли в документации. Сейчас, пока вы в коде понимаете, что этот элемент делает, вам надо обратиться от себя к докам. Потому что если вы в этот момент, пока вы новичок, обратитесь к докам для себя, вы будете не понимать ничего. Моя твоя не понимает. Ну, грубо говоря, читая доки, вы будете себе думать. Я ничего не понимаю. Ну, как только вы начинаете использовать мой рекомендованный подход, то есть увидели в коде, не понимаю, ищем в доках. Да, затратили 20 минут. Ребята, но если вы это делаете постоянно, у вас начинает происходить следующая вещь. Вот этой волны нет. Начинается построение с квадратиков. Вы начинаете настраивать заполнение всего пространства. Здесь вот идет линия, остальное все пустота. А как делает? Асачи Сергей, Милыхаил Беляковский, Сергей Питерских. Вот я смотрю, недавно пришел, опять после перерыва полтора года, Денис Латыпов начал правильно делать. Ой, ребят, ну извините, кого я со школы не упомянул, да, если я не упомянул кого-то, кто часто начинается заполнение. При этом эти квадратики не просто связаны, они связываются в типы данных, как они связаны, то есть между собой, в методы, то есть начинается строиться понимание, на котором можно уже что хочешь настраивать, и оно целостно. Вот это и дает эти результаты. И получается, через год мы, если здесь был один и тот же уровень, то через год мы приходим вот таким вот мощным блоком. Но здесь я взял результаты, да, не надо, ребят, равняться на этих ребят надо по стилю, но не надо, ну, не надо равняться по быстроте, понимаете? По быстроте. То есть у вас есть свой ритм. Хорошо, делаете вы два урока в неделю, делайте. Вопрос не в том, что их проделать, а как их проделать. Ни одной строчки кода после завершения у вас не должно остаться непонятой. При этом вы должны, как вот я рекомендую, а многие это воспринимают моей рекомендацией, ну, как вода, прослушал и все. А другие слышат, слышат, потому что вот, допустим, как пишет тот же Михаил Беляковский, да, он занимался, занимался, потом, оказывается, понял, да, что он не умеет работать с документацией, а потом начал слышать, что, а я это постоянно говорю, потому что я это понимаю, что к этому надо прийти. И бац, все, это уже программист. То есть, грубо говоря, он может, вот, когда он научился работать, то есть понимать, а как описывается документация, принципы везде одинаковые. Дальше он может открыть любую действительно библиотеку и писать на любой библиотеке. Все. Я смотрел, Михаил дальше пошел тем путем, который я и говорил. Смотрю, начал заниматься котлин. Ага, думаю, человек, сейчас скоро выйдет на уровень, когда сможет писать на разных языках. А это и есть уровень школы. Ведь, ребята, здесь работает простой пример. Смотрите, мы берем торт. Ну, обычная ситуация, ну, у кого-то что-то, кто-то готовит дома, ну, готовит. Жена, там, теща, бабушка. Ну, представьте, вы берете, просто, просто принесли торт, да, и купили. А другой момент. Бабушка приготовила торт, во-первых, она сама готовила, да, у нее появился, вы поели, а потом вы взяли батон. У вас есть разница между батоном и тортом? И то, и это хлебобулочное изделие. Но при этом вы понимаете, что батон на вкус такой, я его, не важно, как там, где в мире, ассоциирую, что он там круглый, длинный или продолговатый, и он вот так вот, такого вкуса. А торт вот такого вкуса. И его готовит бабушка. Вот именно бабушка здесь, самый главный представитель. Почему? Потому что именно бабушка готовит вкусно. И я понимаю, что, грубо говоря, я хочу рассказать, что у вас начинаются ассоциации на сравнениях. Я сказал, ребята, и то, и другое хлебобулочные. Но у вас есть четкое различие, и вы легко определяете. И если вам спросить, слушайте, бабушка, а вы можете сделать булочек? Ведь бабушка сделает булочки, вы обсудите, да, но уже это будет не батон, и не торт, да, это будут булочки. Вот так и программист. Пока вы роетесь в одном языке, это все хорошо. У вас не работает такая вещь, как сравнение. Нет сравнения, нет понимания. В 2009 году, когда я начинал изучать Python, и там пытался другие языки, ну, рассматриваешь функции Python, ну, D, функции, ну, и функции, и все. И я думал, что это все. Но потом, когда я начал изучать JSI, JavaScript, там пишут, что функции, там первого уровня, а я себе сижу и думаю, а какой же уровень у Python? когда-то, это уже позже, да, а вот когда Kotlin начал я изучать, я уже сразу, первое, а что есть функции в Kotlin? И для меня через секунду уже было понятно, что взято с Python, то есть Kotlin вообще все мощно сделано. Понимаете о чем? По сути дела, когда вы понимаете, что функция, то на самом деле не просто функция, да, а это рабочая лошадка, я не зря ее затронул, а она может быть разной. Где-то первого уровня, где-то строгие, где-то не строгие, а где-то как в Kotlin можно взять часть кода с функцией и использовать как полный код, а где-то как в Python, там вообще все, что можно реализовать, реализовано, вы начинаете понимать, что функции имеют совершенно разную, грубо говоря, функциональность, они по-разному работают, они затрагивают разные уровни, но это можно понять, изучая несколько языков. Самая простая вещь, самая простая вещь, это взять язык с динамической типизацией и со статической. Но вот почему я выбрал Python и Kotlin? Python – это любая серверная часть. Как только начинает кто-то спорить, я говорю, слушай, на Инстаграме весь мир, серверная часть там написана на Django Python. Какие споры, ребята? Что там говорить? На Инстаграме весь мир, каждый хоть раз пользовался в мире. Я не знаю, чтобы кто-то, вот допустим, вы писали приложение, оно было больше, чем Инстаграм, поэтому этой серверной части для вас хватит. И это палочка-выручалочка. На Python можно написать любые приложения, абсолютно любые, и по крайней мере найти себя, а что вы хотите. А почему я взял Kotlin? Ребята, а подумайте на современный день. Есть веб. Один столб. Веб. А есть мобильный рынок. Так логически взять мобильный рынок и веб. При этом, допустим, мы начали изучать блокчейн, так он встраивается и сюда, и сюда. Поэтому выгодно было взять Kotlin и Python. Если надо GC, а он надо, то мы его тоже изучаем, добавляем, потому что, грубо говоря, он надо каждому программисту. Если надо солидность, так он похож там на GC. Но давайте возьмем, посмотрим все-таки Kotlin на проекте. Потому что Kotlin это следующий шаг в развитии Java. Вот код на Kotlin. Одна строка. А вот код на Java. 40 строк. При этом Kotlin все делает вот это же самое. Только как Python. Он все это делает за кулисами. Мы Kotlin сделали так, грубо говоря, по типу Python. Это нельзя сказать, я говорю, по структуре. То есть, все, что можно было сделать автоматом, даже определение типов данных, в статическом языке, что удивительно, они это сделали. А в Java это надо все прописывать ручками. Но при этом он полностью конвертируется в Java, то есть мы можем при желании Java использовать. При этом он абсолютно имеет ту же скорость, но при этом мы пишем как в Python, то есть сразу выражаем мысль. Но почему-то не изучать, почему бы сразу не выходить на мобильный рынок. То есть практически я решил, что ага, пусть ребята понимают, не понимают, но моя задача их вывести, чтобы у них в кармане было два рынка, мобильный и веб. Потому что там оконную программу, все это фигня. Это можно взять ту же по ИКТ, это все по принципу напишется, да? А вот все-таки взять мобильный и веб рынок, они разные. Вот в этом направлении изучаем, да? То есть два рынка в кармане, мы в тренде времени однозначно, потому что все в мобильный. Второе. Изучая язык с динамической статической типизацией, я понимаю, что ребята начнут понимать разницу между объектами, да? Та же функция тут и там, и начнут задавать вопросы. Ага, и будут, и будут, знаете, к чему я веду? А вот мой принцип обучения. Ни на одних курсах не найдете, ребят, честно скажу. Очевидно. Им становится, ааа, ну это я выражаю так, ааа, очевидно, вот тут такая функция, это такая. И он говорит, теперь я понимаю, как это работает. Но ведь функции те же есть в любом языке. То есть я понимаю, что человек откроет абсолютно любой язык, ага, и скажет, ах, вот как здесь делаются функции. И будет сразу писать, смотреть доки и писать. А я тут цель достигаю. Это мне сложно прокричать каждому человеку. Это просто я вам рассказываю, вот как я мыслю, когда организовывал вообще школу. Да, и это было не так, а это все со временем доходишь, доходишь, и делаешь лучше и лучше. Итак, ребята, в принципе, то, что и так долгое видео, то, что я хотел рассказать, я рассказал, да. То есть почему мы закончили на Михаиле, вот почему он, то есть услышал, да, я аж его там услышал где-то с моих видео, их много, что надо изучать так. Смотрю, пошел. Значит, для тех, кто начал с этого видео, ребят, говорю, что в описании видео есть ссылки. В любом случае, сразу хочу заострить внимание, ну, на данный момент СПБ такой. Ну, да, мне постоянно пишут. Я, ребят, не дизайнер. Я умею, я могу научить программировать. Значит, отвечаю сразу на вопрос. Вам бы нанять дизайнера? Ребят, я не люблю, когда в моем коде кто-то копается. Я сразу говорю. это вот, ну, такое мое. Я просто знаю, что я в свой код залез, как бы там не было. Да, вам напоминает этот сайт, там неизвестно что, но мне он нравится, ребят. Ну, вот такое, ну, нравится и все. вопрос. Мешает ли оформление такого сайта тому же, помешало ли тому же Галанину через два года устроиться на работу в банк? Помешало ли такое оформление сайта Миши, Миши начать программировать? Нет, не помешало. Здесь вопрос не в Миши, не в вас, а во мне. Там у меня тоже начало доедать. И жена подходит, говорит, Валер, займись ты уже, сделай, ну, тебе не надоело, что тебе пишут, что вот такое, такое? Я говорю, Свет, ну, честно, надоело. Ну, нет сил пока. Ну, если я сейчас это сделаю, то я это заброшу. Там блокчейн надо. Ну, я начал зреть. Ребят, ну, честное слово. Вот у меня две цели в жизни сейчас. Выучить английский уже вроде понял, уже план себе составил. и буду школу делать у себя в школе, да, чтобы кто захочет со мной учить английский и будем, в общем, вместе ковыряться. Кто хочет говорить, потому что надо выходить на тот рынок. Это уже другие немножко цели, да. И потому что вот эти сайты, они немножко уже по-другому сделаны, но опять же, опять же, а этот, ну, переделаю. Здесь столько кода наворочено, и все оно в разные годы написано. И я как это залезу, и мне так страшно становится это все переделывать, а это все так. когда-то я соберусь, честное слово. Поэтому, конечно же, кто ругает, где-то я согласен, ребят. Ну, я говорю сразу. Я вот когда учил, как делать социальную сеть, да, нет жанга. Хотя курс хорошо пройти для того, чтобы писать более сложные вещи на жанге. то везде в заданиях я уже говорил, ребята, дизайн сами, дизайн сами, как хотите делайте. Потому что по дизайну на самом деле курса много. Ну, а вот что касается лично меня, вы знаете, я же сказал, я же не миллионер, ребят, я не ставлю охватить весь мир. У меня цель такая. Вот есть люди, которые меня слышат, которые хотят программировать. Да, им, они понимают, они там посмотрели видео, что да, они с этого урока вынесли нечто, да, для себя и стали, то есть, их рост увеличился. Значит, эти уроки им помогают, они сделали вид, да, возможно, они где-то внутри, да, было писать, переделать. Ребят, в школе много сайтов, много уроков, и все это каждый день занимает, поэтому просто где-то я не успеваю. Это, конечно, отмазки, вы скажете. Я знаю, что надо будет добраться, поэтому, возможно, когда кто-то будет смотреть видео, это уже будет другой сайт, да, я сам себя, наверное, убеждаю, больше что надо переделать, чем вас, но тем не менее, я хотел, чтобы вы получили ответы на вопросы, что, ну, так вот, так вот, я вас, я могу сказать вот прямо одно, ребят, либо, вы можете там меня ругать, меня многие ругают, грубо говоря, либо вы меня принимаете таким, как я есть, либо вы меня не принимаете, у вас всего два пути, да, по-другому нету, да, вам школа поможет, я вам многое рассказал, что можно сделать, но я несовершенный человек, понимаете, я не могу сделать так, как хочет каждый из вас, но я стараюсь, моя основная задача, которую я стараюсь делать, я стараюсь помочь людям, основная задача, я ее выполняю, то есть, чтобы человек в программировании пошел сам, моя задача, чтобы человек, который стоит на берегу, грубо говоря, смог построить корабль и поплыть в нужном ему направлении, управляя парусами, то есть, делая, грубо говоря, сайты, веб-приложения, вот это моя основная цель, много всего, где-то, где-то дизайн, где-то там ошибки, у меня где-то быстро пишу, ну, ошибки именно там грамматические, где-то я по-английски, но я несовершенный человек, понимаете, я стараюсь расти, да, но я несовершенный, и я на это не претендую, поэтому я прислушиваюсь ко многим вещам, да, стараюсь их исправить, но ведь я сказал, я не претендую, что все должно быть так, у меня есть определенное понимание, вот, которое я вам высказал, да, вот, как у меня построены курсы, и почему люди начинают программировать, начинают менять свою жизнь, работу, вот, дальше все я цепляю к этой цели, я надеюсь, вы меня услышали, я не хотел оправдываться, хотя мне самому начинает казаться, что я оправдываюсь, я просто хотел объяснить, да, вот, что, вот такое, да, и где-то за какие-то моменты, мне, честно говоря, стыдно, да, но я просто понимаю, что вот на это у меня просто сейчас не будет сил, потому что надо месяца полтора выделить, на это, это надо сейчас делать, это вчера еще надо было сделать, хотя я очень четко отношусь к планированию, но программирование это такая вещь, что это постоянный, ну, поймете, да, что как только вы начнете заниматься, то вы забудете, что у вас есть свободное время, вам постоянно будет хотеться что-то новое, 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 но как рано или поздно вы найдете себя, да, найдете себя, и как танк, как попрете, ребят, я знаю, что каждый, кто хочет, будет программировать, и это происходит, да, сегодня, поэтому, каждый из вас, каждый, кто слушает, может быть программистом, да, абсолютно, он уже программист, почему, потому что, ваш мозг все равно работает как программа, вы идете со списка в магазин, вы составляете список, это то же самое, что только в программировании, надо было бы его по-другому составить, и так далее, и так далее, в общем, спасибо, то, что получится у тех, кто хочет, вот я, как привел, говорю, почитаю статью Михаила Баляковского, вот он, в принципе, написал то, не то, что я хотел услышать, а просто я знаю, что это так и есть, почему, потому что к этому идет школа, поэтому почитайте, он очень хорошо расписал, и эта история, она очень искренняя, да, то есть, и по сути дела, вот те видео, как он занимается, как занимается Сергей Асачий, возьмите не темп, а пример этих ребят, да, как они делают, и у вас обязательно получится, общайтесь, знаете что, пусть вы одну строчку, но сделайте так, сделайте именно программирование частью вашей жизни, не надо часами сидеть, поначалу я говорю, что ребят, 3-4 часа в день, 2, все, оставили, не надо загонять себя, но старайтесь, ни дня без строчки кода, не прожить, тогда это станет частью жизни, и вы будете писать, не надо переживать, что сегодня вы не знаете, да, у вас есть смутно, что я хочу написать, а что не знаю, да, это не важно, вам сегодня важно, осознанное движение, вы обязательно, находясь в школе, найдете себя, кто-то в веб, кто-то в мобильном мире, а там еще куча этих подветвей, обязательно найдете, почему, потому что это само заявит о себе, это само прорастет, и запомните, когда вы занимаетесь, вот по методике, которую я рассказывал, язык вас просто прорастет, не важно, хотите вы этого или нет, он прорастет, и вы будете писать, это закон, это аксиома, это уже произошло со многими, и это произойдет с вами, спасибо за доверие, ссылки в описании видео.